Кыргызстан не в полной мере использует свой экспортный потенциал. Рынок Китая очень большой, и он может принимать нашу продукцию без ограничений, заявили эксперты во время экспертно-аналитического диалога Кыргызстан-Китай, отметив при этом, что он в обязательном порядке должен найти свой путь и свое место в инициативе «Один пояс, один путь», так как через него в ближайшие годы будут двигаться огромные ресурсы, в том числе финансовые, товарные, человеческие, технологические и другие. Какие еще перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем смотрите в следующем материале. Эксперты Кыргызстана и Китая в преддверии госвизита председателя Китая в Кыргызстан организовали форум для обмена мнениями по дальнейшему углублению дружбы и практического сотрудничества, в ходе которого они обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами. Так посол Китая в Кыргызстане заявила, что Китай был и остается самым надежным другом и партнером Кыргызстана. Мы надеемся и убеждены в том, что дружба и добрососедство всегда являются преимущественным мнением в обществе Китая и Кыргызстана. В этой связи ученые и эксперты двух стран должны играть свою роль лидер мнения. Надеюсь, что настоящий форум будет оказывать помощь в углублении взаимопонимания и укреплении дружбы между нашими народами и будет играть уникальную роль в продвижении долгосрочных, трудственных и добрососедских отношений между Китаем и Кыргызстаном. У нас на сегодня с Китаем самый высокий уровень стратегического отношения, которого у других стран нет, отмечают эксперты, заявляя, что в этом плане мы должны с учетом национальных интересов страны использовать нашу границу с ними. При правильном использовании можно получить большую выгоду, реализуя наш отечественный товар на его необъятных рынках и тем самым разнообразить свою экономику, посредством чего мы можем выйти на уровень 21 века, заявляют специалисты. Отмечаю, что есть также и другие способы сотрудничества с Поднебесной. Еще одна особенность, есть страны Центральной Азии, которые не имеют выхода, в частности, Узбекистан на Китай, но они это могут сделать только через территорию Кыргызстана и Тадзикистана. Поэтому в этом отношении Кыргызстан занимает особое геополитическое положение и мы можем другую совершенно Центральную Азию сделать, если будут хорошие кыргызско-китайские отношения. Но еще один такой фактор, который есть, это то, что сегодня на форуме говорится о том, что мы должны преодолеть те стереотипы, которые есть в отношении между Кыргызстаном и Китаем. И еще одна особенность, это то, что мы должны выйти на совершенно нулый уровень во всех отношениях, особенно в экономике. Ну а другие же участники диалога заявили, что рынок Китая в сельском хозяйстве очень большой и он может принимать нашу экологическую продукцию без ограничений. Кыргызстан в обязательном порядке должен найти свой путь и свое место в инициативе «Один пояс, один путь», так как через него в ближайшие годы будут двигаться огромные ресурсы, в том числе финансовые, товарные, человеческие, технологические и другие. Бывший глава правительства Темир Сариев считает, что было бы актуально, если бы в рамках визита председателя Китая стороны подписали бы документ о строительстве железной дороги «Китай, Кыргызстан, Узбекистан». Да, если будет железная дорога, товаропотоки в разы увеличатся, в разы. И мы займем центральное место в транзите товаров из Китая через Центральную Азию, Иран, Персидский залив и дальше в Европу. То есть это вот такой очень большой мегапроект. Я думаю, что это было бы очень актуально, если бы в рамках визита государственного будет подписан уже документ о начале строительства. В рамках ШОС у нас очень много соглашений по безопасности. Так, около 47% решений в рамках ШОС касается безопасности. Теперь нужно больше внимания уделять проектам по развитию в экономике и в технологии, говорит Цариев. По технологиям 5G, да, Китай сейчас, Huawei, крупнейшая компания мировая, опережает ближайшего конкурента почти что на 5 лет. На 5 лет. То есть нам вот дает возможность, что мы могли бы в этих отношениях вот иметь это, даже если мы возьмем европейские страны, да, они отстают. Очень крупные европейские компании отстают, мировые компании отстают. Вот смотрите, что там происходит, и мы должны вот с этого иметь очень большую выгоду. С Китаем и Кыргызстаном есть очень много примеров успешного сотрудничества в политической сфере, экономике, в строительстве дорожной инфраструктуры и культурно-гуманитарной сфере. Во всех этих сферах у нас есть достижения, которыми мы можем гордиться, говорит эксперт. Яркий пример это то, что китайские историки специально по просьбе президента Кыргызской республики изыскали источники, которые показывают о том, что первые отношения между кыргызами и китайцами были 3000 лет тому назад. И теперь мы видим, что этим отношениям документально подтверждены более 3000 лет. Целью данного форума стало обсуждение актуальных вопросов кыргызско-китайского взаимодействия и продвижения двухсторонних отношений на новый и более качественный уровень. Дебек Шашамбима Нурдангар Беков пирамида.